Субтитры создавал DimaTor Хорошо. Хорошее название, да? Это называется Зикуй-Лерабим. Это когда ты делаешь так, что все остальные тоже получают заслугу, как награду за выполнение заповеди, хотя выполняешь ее только ты. Они тоже ее получают. В данном случае тема у нас такая, что должен делать еврей, чтобы была максимальная польза его народу, Эр-Цесраэль, его семье, всем живущим евреям на всем земном шаре, ответ – учить исполнять Тору. И что помогать другим учить Тору? И что стимулировать? И так далее. Общий цикл у нас – праведность по-еврейски. Вот это и есть праведное поведение. И поэтому, потому что это помощь другим людям. Зикуй-Лерабим. Поэтому мы сегодня ведем 33-й урок из цикла «Праведность по-еврейски». Потому что праведности много, а еврейская – она особая. Вот сегодня, например, чисто еврейская праведность учить Тору. В книге «Воикра» Бехукатай, недельный раздел Бехукатай, 26-я глава, и мы уже говорили на эту тему, прямо на эту тему, опираясь именно на этот стих, который сейчас мы произнесем, говорили ровно 4 года назад. Здесь на уроках я не буду повторять тот урок. Все заново, конечно же, потому что тот урок можно взять и посмотреть, где? Посмотреть на сайте Толдот и Шурун. Глава Бехукатай, 26-я глава, и там стихи 3-й, 4-й и 6-й. В общем, получается такая вещь, если убрать те слова, которые очень нужны, но сегодня они не в контексте нашей с вами беседы. Я читаю, если в согласии с моими законами пойдете и будете соблюдать мои заповеди, то будете жить уверенно. Там такое слово написано, которое переводится как «надежно, защищенно, в безопасности, не будет у вас врагов». Будете жить уверенно в своей стране, и дам мир стране, и не пройдет меч по вашей стране. Уверенно в своей стране, понятно, что мир. И тем не менее написано, и уверенно будете жить, и в достатке, и все у вас будет в порядке. Я еще и дам мир стране. Можно подумать, что без мира может быть уверенность и порядок. Но на самом деле и без мира это бывает в осажденной крепости, когда враг не настолько слаб, чтобы снять осаду, но и не настолько силен, чтобы войти в город. Так или иначе, дам мир стране, и не пройдет меч по вашей стране. То есть, дам мир стране. Так это же и называется, не пройдет меч по вашей стране. Нет, это не одно и то же. Почему? Потому что иногда меч проходит и по мирной стране, не дай Бог, когда идет, например, какая-нибудь гражданская свара. Есть такие случаи в истории с некоторыми народами. Иногда это происходит, не дай Бог. Так или иначе, из этого стиха следует. Ой, мы сегодня вообще-то, это важный очень урок. Если вот можно подумать так, ну вот сейчас нам расскажут о том, что изучать Тору нужно, все хорошо и все. Можно зайти от скуки, разойтись, уйти и больше ничего не делать. Нет, здесь есть такие вещи, которые не могут быть неинтересными человеку, который вернулся к Торе и ее начинает соблюдать или предполагает соблюдать, или уже давно соблюдает. Почему? Потому что это одна из основ нашей веры, нашей веры во Всевышний. Потому что он, взяв нас как свой народ, называется Сагула, как избранность, он нас выбрал. Он почему-то сказал какие-то некоторые определенные условия, почему-то. Он почему-то выбрал нас, и мы взяли за эти условия, поэтому нас, наверное, и выбрал. И реализуя эти условия, мы существуем. И вот учить Тору, это не просто так учить Тору, можно учить Тору, можно учить химию заодно, параллельно. На самом деле можно. Но нужно посмотреть, что такое учеба Торы, и чем же она хороша, всем остальным, и почему мне будет хороша, и так далее. Отсюда следует, что кто хочет по-настоящему помочь Эра Цисроэль, нашей стране, Эра Цисроэль, нашему народу, кто хочет защитить ее от врагов, или, по крайней мере, сделать так, чтобы их врагов не было, хоть косо надо на это повлиять, кто хочет, чтобы в ней царил мир, покой и порядок, это три разные вещи совершенно, то такой человек должен выполнить то, что в ней написано, в Торе. А именно, в ней написано, учить Тору и выполнять заповеди. В самой Торе написано, учить Тору и выполнять ее заповеди. Это тоже не одно и то же. И только тогда, как она и обещает, а если бы она не обещала, мы бы не собирались соблюдать ее, и мы не были бы евреями вообще, все это зря мы это делаем, напрасный труд у этого отряда, как сказал один русский поэт. И только тогда, когда она, как она сама и обещает, в стране будет мир и безопасность. Вот как мы соблюдаем Тору, и так сама она сказала, так в ней написано. Соблюдаем Тору и заповеди. Более того, кто будет способствовать тому, что народ будет учить Тору и выполнять заповеди, вот тот внесет самый весомый вклад в ее безопасность. О, это и есть наш сегодняшний урок. Если учишь Тору, всем от этого хорошо. А там под экраном должно быть написано такой анонс, то будет хорошо вообще всем, и даже тебе, и твоей жене, и твоей маме. Медраж. Я не случайно сказал про маму, кстати. Потом объясню. Медраж. В Медраше написано, что мудрецы сказали, что находится над еврейским народом, над Израилем. Израиль – это все еврейский народ, вы знаете, да? Сейчас принято говорить, что Израиль – это страна. На самом деле страна Израиля. Израиль – это наш пратец Яков Авину. Яков – наш отец, наш пратец. Сокращенно говорят Израиль. Но вот когда читаем Тору, там есть ли что-то в Агадее, или в самом Хумашу, или в самой Торе. Сказано, меч висит над Израилем, это над еврейским народом. И сказал Всевышний. Вот если вы будете соблюдать Тору и будете учить ее, то не придет к вам меч от врага, потому что один меч уже есть – меч Торы. Меч Торы – это значит не война, а просто полное уничтожение, если мы ее не будем учить. Так я думаю. Так не написано, но так я думаю. И как сказано про ангела Малах, который стоит при входе в Ган-Эден, сказано про ангела при входе в Ган-Эден. Поставил его охранять, Малаха Всевышний, да? Охранять что? Путь к дереву жизни. Ребаря, сядьте, пожалуйста, передо мной. К дереву жизни. Мне нужно видеть зрителей. Спасибо. Поставил он охранять Дерех Эцхаим. Называется путь к дереву жизни. Это означает, что нужно не просто послушать. Всевышний так сказал. Поставил охранять ангела, охранять путь к дереву жизни. Какому дереву жизни? Которое находится в Ган-Эден. Я не говорю к тому дереву, с которого взяли этот плод. Но к дереву жизни. Это означает нам, зачем об этом говорится, что у нас есть путь к дереву жизни. Это нам нужно самим охранять этот. Как этот ангел, это есть вредский народ. Нам нужно стоять на его охране. Отец Ра-Ра, может быть, от нашего желания не учите. Нам нужно охранять этот путь, нужно нам учить Тору. И путь, что такое путь? Само слово путь, Дерех, всегда это Дерех Эрец. Что это такое? Нормальное человеческое поведение, которое, включая в себя самую главную заповедь, люби ближнего своего, как самого себя. Это называется Дерех Эрец. Мораль. Этика. Еврейская. Сейчас очень говорят, что бывает Дерех Эрец плохой. Но бывает плохая мораль. Но мы-то говорим, просто мораль, она вся со знаком плюс. Дерех Эрец со знаком плюс. Лашон Гара. Это вещь вся плохая. Он говорит, а у него хорошая Лашон Гара. Просто такое вообще название. Дерех Эрец должен быть хорошим. Лашон Гара должен быть плохой. Не бывает хорошей Лашон Гара. Не бывает плохой Дерех Эрец. Нет Дерех Эрец у него. Дерех Эрец – это значит способ его поведения. Как он живет с людьми, как он общается с ними. Дерех Эрец. Путь – это Дерех Эрец. Какой милосердный способ жизни. А живое дерево – это Тора. Вот тогда и у нас все будет в порядке. Вот об этом сказали мудрецы. Медляш Рабан, знаете, на недельный раздел Толдот. Там так написано. А коль, коль Яков, так написано в Торе, да? Пощупал. Исав пришел попозже, Яков пришел пораньше. Исхак, думая, что это Исав, он думал, что это Исав. Пощупал руку Исава. Как бы Исава. Исава – рука. А голос – голос Якова. Вот написано. А коль – коль Яков. Это называется «голос Якова». Это не что иное, что… Это означает, так написано в нашем Медляши, Медляш Рабана Толдот. «Пока в Яшивах слышен голос учеников, которые учат Тору, учеников, которые изучают Тору, враги нас не одолеют». Вот о чем сказано здесь. Голос – голос Якова. И нет руки Исава. Нет другого средства защитить нас. Кстати, голос учеников в Яшивах. Что такое голос? Учат молча и учат. Мы же приходили с вами в библиотеку институтскую, какую-нибудь большую, в библиотеку Ленина в Москве. Там всегда все молча учатся. Ну, а кто-то заговорит, к нему подойдет, смотрите, вот скажет, смотрите, тишина, сейчас зарестуем вас. Там уже тихо. А у нас нет, нельзя тихо. Почему? Потому что голос учебы должен быть слышен. Когда вы учитесь в синагоге, в Яшиве, и тем более молитесь, надо произносить эти слова. Это важно. Малах слушает, Малах не смотрит. Малах – это ангел. И что еще сказал Всевышний? Он все такой фразы сказал, тоже Медраж, том же. Если соблюдаете Тору, ничего вам не сделают ваши враги. Они ничего не могут сделать. Я не дам. Хотеть-то не хотят. Я не дам. И еще. Так уже сказано. Прямо в прямую. Это Медраж Раба. На Кедушин есть еще недельный раздел. Пока мои дети. Что есть На Кедушин? На Кедушин. Пока мои дети заняты Торы, не властвует, власть не властвует над ними, над моими детьми, народы мира. Да? Ума да Алла. И еще в Макот написано 10 глава 1 стих. Представляете, я говорю, где? И прямо даже рассказываю, где написано, где написано. Есть такие люди. Другие противные люди, какие должны быть евреи? Они сейчас спрашивают, где ты это взял? Вот я поэтому свои уроки очень часто, как правило, стараюсь снабдить вот этими источниками, чтобы защитить себя, что не придумал. Как я придумал, я скажу, я придумал, ладно? Макот, такой трактат, от Иоаннского трактура, от Салмуда, 10 лист, 1 стих, 1 страница. Там так написано. Известно, в Таилим написано, наши ноги стояли в твоих воротах, Иерусалим. Бешарай, Решалайм, да? Бешарайх. То есть враг не мог нас одолеть. Вот царь Давид говорит, рассказывает о том, что мы устояли перед врагами. Наши ноги стояли в твоих воротах, Иерусалим. Причем с Иерусалим? Почему нужно в воротах? Ноги стоят в воротах. Пока наши ноги, об этом написано в Макот, пока наши ноги в твоих воротах, а ворота Иерусалима, это всегда везде один образ, если на Ишивы. И поэтому и строят с такими куполами. Это символы Иерусалима. И по крайней мере рисуют, да? Ворота Иерусалима, это всегда намек на Ишивы. Пока ноги в твоих воротах, пока мы находимся в Ишивах, враг нам не страшен. О, сколько мы накопили сегодня материалов. Теоретического. Ну и как помочь другим людям? Вопрос. Учи Тору. Нет, понятно, что если пришел сосед и говорит, дай мне, пожалуйста, ты рубля до завтра, ой, нет, теперь другие цены, дай, пожалуйста, ну, какие-то деньги там на неделю, да, дай в ног, то не надо говорить, слушай, ой, я еще лучше сделаю, ты иди там где-нибудь, найди что-нибудь. Вообще не переживай, я буду Тору учить. Надо помочь конкретно. Может, где-то пикух, нефиг. Но на самом деле, конечно, есть и проблема, есть и у человека, у наших соседей, у нас самих, не дай бог, у кого бы ни было, нужно учить Тору. Сейчас на эту тему поговорим. Как-то работает, вообще как-то работает. Раби Яков Нейман рассказал со слов, Раби Гордон, был такой известный, он притчи рассказывал, мое самое любимое занятие. Да и все любят, да, слушать притчи, а мое занятие рассказ. Вот Раби Гордон так сказал, у мудреца, у одного мудреца было три сына. У него было три сына. И один постоянно учил Тору, Талму, сидел, учился. Был очень силен в учении. Талмит Хохам. Талмит Хохам, да? Второй сын был силен в молитве. Если он молился, то это была молитва. Долго молился, и сильно молился, и любил это. И видно, что на небе любили его молитву. А третий был богатым. Так получилось. И заболел у одного человека ребенок. Он заболел. И вообще там написано смертельная болезнь. И обратился он к этому мудрецу, потому что чтобы он попросил Всевышнего, а есть такое правило, если обращается к Всевышнему праведник, то Всевышний выполняет его просьбу, он любит праведников. Чтобы он помолился, попросил Всевышнего, чтобы он выздоровел. И обратился к этому мудрецу с тремя сыновьями. И тот сказал старшему, вот это учись для того, чтобы ребенок выздоровел. Я же расскажу, что это как-то действует. В чем это? Как это работает? Второму он сказал, а ты молись за ребенка. Специальная молитва. А третьему сказал, чтобы дал за него здаку. Мне понятно, что этой семье может быть помочь. Нужно на врачей, на лекарства, на условия жизни. Ну, предположим, что все уже в порядке. Дать здаку это поможет. Вы знаете, да? Здака всегда спасает. Уроки такие были. Здака спасает до смерти. И ребенок выздоровел. И отец трех сыновей, автор книги Мехацита Шекель. Вот про него эта история рассказывается. Здесь такая книга известная. Сборник. Комментарий. Сказал, он так сказал. Выздоровел в заслугу учебы первого сына. Не в заслугу молитвы. Молитва помогла. Не в заслугу дзадаки. Задака помогла. Она спасает от смерти. И именно в учебу первого сына. Почему? Помогали все трое. Но решающая лепта, так можно сказать по-русски, да? Решающая лепта была вничтожена первым сыном. Ибо от смерти спасает учение молитвы дзадака. Учение на первом месте. Меня даже на уроке спросили, но мы же не говорим во время емких пор учеба. Молитвы дзадака и пост. Почему? Потому что говорят все. Они все могут учиться. Поэтому мы должны учиться еще и за тех, кто не может учиться. По обстоятельствам, может быть, по какой-то, по определенной причине. Это очень важно. Надо посвящать свою учебу в определенный день, например, надо. Для чего-то. Так на уроках прямо говорится очень часто еврейских, да? Ученики пришли, один говорит, человеку, кто-то заболел. Сейчас мы этот урок посвящаем, что? посвящаем такому-то больному, чтобы он выздоровел, Рафаш, Лама. Или в память об умершем, да? Илуйна Шама. И тогда что? И это помогает или здоровому человеку, чтобы он остался, чтобы он выздоровел, здоровому, живому. Или человек, попавшему в беду, например. Ну, или в память об умерших, ёрцает. Это очень важно. И объявляют в начале урока, прямо так говорят, для выздоровления такого-то, говорят его сына, говорят сына, говорят его имя, или мужское, или женское. Если нет еврейского, ничего страшного, говорят, какой есть. Хоть Богдан Хаммельницкий, Хаммельницкий это не имя, Богдан. И сын или дочь такой-то, такого-то, если человек болеет, значит, по мати, если он умер, то можно и по отцу, по отцу евреям. А если у них нет еврейских имен, прямо так назвать, какое имя есть, такое и будет. Адольф, сын, умерший, да, Йорксает, сын Адольф, сын Богдана. Ничего страшного, это еврейские имена. И об этом мы подробно говорили четыре года назад, да, в десятом году это было, или в одиннадцатом, может быть, в одиннадцатом году, пятого мая, одиннадцатого года, был такой урок, назывался «Тора охраняет мудреца Торы». Не-не-не-нет, Тора охраняет, Тора спасает, Тора охраняет. А теперь мы сейчас будем говорить новую тему, о том, что Тора охраняет того, кто ее учит еще. Тора охраняет мудреца Торы, даже если ты, вот, не мудрец, сидишь учишься, и она тебя охраняет. Если у тебя есть проблемы, или любые, так сказано у нас в Талмуде, во многих местах, о том, что нет случаев лекарства, чем что? Чем учить Тору. Да нет, есть случаев лекарства, если что-то пришло, рыбарь, что-то пришло, какая-то, какая-то беда, не дай Бог, какие-то события происходят неприятные, или обещают быть неприятными. Я начинаю перебирать все свои дела, которые у меня были, нахожу то, что нужно исправить, делаю эту шву, и исправляйся, Всевышний мир поможет. Да, конечно же, если у вас это получилось, но если у вас это не получается, сидите и учите Тору. Вот в чем дело. Что проще, учить Тору, или найти дело, которое ты сделал, еще и исправить. Но найти дело, еще с горем Павла можно, только не ошибись. А исправить его, то есть быть именно таким человеком, который теперь уже, если будет новое испытание, уж точно я этого не сделаю, это необычайно тяжело. Если вообще возможно. Но не надо терять надежду, нужно работать над собой. Есть люди, которые это сделали, значит это проходимо. Читаем дальше, говорим дальше. Проходим дальше. Медраж, двей, Эльяу. В нем несколько частей, это четвертая часть. Там так написано. Каждый моделец Торы, который учит ее во имя небес, не нуждается ни в мече, ни в щите, для собственной защиты. Потому что его бережет сам Всевышний. Так написано. Ну, она такая теория, но это так хорошо бы. Такие сказки. Какие не сказки? Урам Бама, Аллахот Шхенин называется. Там там написано, послушайте, что написано. Все, что нужно для защиты осажденного города, или просто для защиты города, он написал, то берут с каждого его жителя, включая всех, включая даже их бедных, включая даже сирот, для защиты города берется все. Кроме мудрецов Торы, потому что они не нуждаются в защите. Их бережет сам Всевышний. Рамбам. Если кого не устраивает рамбам, пожалуйста, Шульханарух. Шульханарух пишет все то же самое, а это правило практическое, чтобы мы не удивлялись, нас осадили, нас, сепаратисты осадили нас, хотят наш город взять и разрушить. Или конфедераты, да, в войне с севера с югом конфедераты были. Вообще не знаю кто. И нужно каждому по бревну своего дома снять, балки принести туда, стены подпереть, и со всех берут. А вот с нашего раввина не берут. Это что это? Почему это? Да он раввин, он сидит и учится. Не потому, что он наш раввин, а потому, что сидит и учится. И это и есть наша защита. Если мы с вами, соблюдающие евреи, нужно знать, что он написал, значит придется не говорить, разбирайте дом раввинский, а ставьте его в покое. Учись, не вставай с места. И Шульханарух так написано. Правда, у нас еще и прибавил Шульханарух, кем является мудрец Торы? Может быть, для того, вот так написано, для того, которого Тора и его занятия, Тора и его профессия, да, а что такое постоянное занятие? А если он иногда занимается раввинно еще и какими-то делами он участвует в торговых каких-то операциях, это тоже неплохо, Тора не запрещает это. То, может, теперь соберем балки с его дома. А, ты вот вчера покупал какую-то продукцию какую-то? Нет, ты дал деньги, тебя попросили в долг, ты дал деньги, да еще попросил участие в прибыли и тебе дали ее. Значит, теперь собираем все балки. Не, не, нет. Шульханарух написано. Если он всегда, чем бы он ни занимался, всегда и постоянно возвращается к Торе, он тоже мудрец Торы, который свободен от чего? От общественного сбора средств, от бремени общины. Так сказано в Таилим, я буду воевать за вас. Там так написано, Всевышний ревность свою проявит против наших врагов, и он будет воевать за нас, а не лохэм. Лохэм. Как будет воевать? Когда евреи изучают Тору. И так сказано в трактате Шаббат, 30 лист, первый стих про царя Давида, что Всевышний ему так сказал, в субботу ты умрешь. Он был еще молодой, ему сказано, Бешаббас, придет Мавет, и он, человек простой, он был пастух, он учился вообще все время, но теперь каждую субботу с начала до конца он от Тора не отрывался. И вот когда пришло время ему умирать, это было в субботу, ему исполнилось 70 лет, это был большой праздник, и он сидел и учился, и пришел Малаха Мавет, Малаха Мавет, ангел смерти, пришел его забрать, и не мог же взять на виду, он сидит и учится. И там он пошел в сад, понятно, что это Агада, но Агада есть смысл, и стал трясти деревья. Это, знаете, это непростая вещь, шум деревьев, а ветра нет. И человек на это обращает внимание. Это моя трактовка, савтра все деревья, ветра нету, совсем никакого. И все деревья ходят ходуном. Он очень удивился, лучше бы ему было не удивляться, и он вышел посмотреть, и прямо на ступеньках умер, на ступеньках, на выходе. Другое дело, что, может быть, если ему сказать не выходи, ну, жизнь-то его уже пришла к финалу, когда-то нужно умирать, не надо цепляться за жизнью, хотел еще что-то случиться. Может быть, поэтому. И об этом говорится, кстати, знаете, где об этом говорится? В Хумыше, во-первых, говорится, и знаете еще где? В молитве. Вот когда достают Тору в синагоге, и начинают читать, и приглашают людей, первого, второго, третьего, первого, это вся Коэн, и как приглашает Коэна, там такая фраза произносит Тору, ва-те-мадвиким, ба-ше-мэ-лу-кэй-хэм, ха-им-кул-хэм-а-йо-им. А ты, а вы, ва-те-м, а вы, ну, как сказать, прилипли, я не могу сказать прилипли, вы прилипились к Всевышнему, да, вашему Богу, и поэтому живые вы все сегодня. Так сказал Всевышний проеврейский народ, прилипились к Всевышнему, муше, так сказал, и поэтому вы живы, именно поэтому живы. Это мы говорим кому? Коаним. И поэтому, можно сказать, что пока адвиким, нет над нами, или, он сказал, нет над вами, еврейского народа, над вами, над еврейским народом, власти для ангела смерти. То же самое, кстати, произошло с Рауф Хиздой, и трактат, мой любимый трактат, в свое время был, 28-й лист, первый стих. Там очень много историй, и там написано, что не прерывались его губы, не прекращали произносить Тору, которую он учит, нужно ее произносить. Он учил и Талмуд, но не в том виде, как мы сейчас учим, а те положения Торы, которые получили от мудрецов и дошли до Вавиланских академий, до академии того времени, в Эра Цесрове, это все произносилось, барай тот, мишноет, и так далее. И не было такого, чтобы они перестали произносить все это. И ангел смерти пришел в его день, залез над кипарисом, на кипарисом, высокое дерево, которое росло над его головой, и начал его ломать, тоже без всякого ветра. Дерево, которое стояло там, может, несколько поколений. И он, а не над ним было это, он сидел в доме, он тоже вышел, посмотрел, и очень удивился. Вы понимаете, можно выйти, можно заниматься чем угодно, нужно пойти поесть, можно пойти в магазин, помочь своей жене, ну, нужно, и она беременна, сходить в магазин. Все можно сделать, человек не отрывается от Торы. А тут он взял и оторвался от нее. Даже если спросить, а что сейчас прошло, ой, смотри, странное явление, а что ты сейчас учишь, что я сейчас учу, надо вспомнить, видите, ему нужно вспоминать. Это называется отрыв от Торы. Это другого рода люди были, мы сейчас не такие, но, по крайней мере, вот именно в эту секунду его Малахама вот схватил и унес. Тоже непросто, он непросто так дался ему. Робейна Йосеф Хаим, автор известнейшей книги «Абен Ишхай», это мудрец из Багдада называется, у него рассказ есть, как один мудрец учил Тору, давно это было, лет 200-300 назад, учил Тору, у него была единственная комната. Почему-то он учил Тору там, где спали его жена вечером ночью и его дети, при свете, в темноте, не знаю. Скорее всего, была одна комната. И они, он так учился, это тоже вслух. И укусил его Акрав. Акрав, наверное, все-таки это в Багдаде, где-то в тех местах было Акрав. Это скорпион, да? Скорпион. И он скрикнул от боли. Это не смертельно, большей частью все эти вещи, это они не смертельны. Только те в странах, где нет скорпионов, думают, что сейчас смертельно. Это неприятная вещь, как гадюк. Гадюк укусит, никто не умрет. Но неприятно. И он закричал, но не сдержался. Проснулись все, жена спросила, что случилось. Он говорит, у меня скорпион укусил. Он говорит, это опасно. Начали его искать со свечами, не нашли, вообще ничего не нашли. Жена говорит, спать здесь нельзя, у меня здесь дети, надо выйти на улицу и будем там спать, в гамаках, в чем я не знаю. Там тоже скорпион. Но этот уж точно, пока мы его отсюда не достанем, он где-то здесь, здесь жить нельзя. Они все вышли. Они все вышли. Она его спрашивает, скажи, пожалуйста, вот ты же учишь Тору, почему тебя не спас твой урок Торы? И сказано, в Мишле так сказано, когда ты спишь, спасет тебя. Бешев Теха. Так написано, в Мишле, на 6 глава, 22, посмотрите, стих. Пока даже, когда ты спишь, спасет тебя Тора. Ну, муж решил отвечать, и вдруг затрясает земля, землетрясение, небольшое, но попадали какие-то предметы, здания, это здание рухнуло. Они вышли, а это здание рухнуло. И он сказал, вот видишь, укус скорпиона, это был укусом жизни, так он сказал, поэтому спасла меня Тора, и нас спасла. И об этом сказал и Равпапа в Талмуде, Равпапа, великий Равпапа. Настолько великий, что мы благодарим его после того, как мы заканчиваем, что? Трактат Ваиланского Талмуда. Он сказал, что праведник от беды спасется. Это известное выражение, оно тоже там произносится. Рабь Иосиф Шалом Ильяшев Зацаль, как называется, благословенная память, благословенная его память, Зацаль. Он рассказывал от имени Рави Мейродана Плотскера. Сейчас почему-то говорят Плотскер, но вообще на самом деле Плотскер, потому что там Альф. Если Альф, то Плотскер. А тот рассказал, так рассказал Рабь Ильяшев, потому что в книгах этого нету, об авторе Сфат Эмет, то автор Сфат Эмет от Мор Изгуры или Изгур. Историю от Мор Изгур. Книга так называлась, Сфат Эмет, и поэтому он назывался Бааль А. Сфат Эмет. Бааль. Автор этой книги. Это прямо имя такое. Как Бааль А. Хофицхайм. Это Хофицхайм, это его имя. Рабь Иуда Арье Лейб, так его звали, Бараврам Авраам Мардыхай, уже заодно-заодно, скажем, Альтер из города Гуру, в Польше. Родился в 1847 году, умер в 1905 году, прожил 58 лет. Крупнейший человек был. Пришел к нему один человек, прямо к нему, к Адмору. Гурский хотит, и потребовал сгулу, да, и сгулу. Сгула. Это вы знаете, что это такое, да? Что-то материальное, или вообще хоть что-то, а можно произнесенное, для того, чтобы что-то спастись, спасение от сала. Бога намагает сала. А что случилось? Больное у него в доме лежит. Очень большая. Такая болезнь непростая. Я Адмор сказал, я вообще такие вещи не даю. Сгула. Гурский хотит сгула. Раньше это было странно. Нет, и все. Делать что-нибудь другое. То есть, сел на стул, сказал, я не уйду, рэбэ, я не встану, и не уйду, пока мне не идите сгулом. Он говорит, сейчас я подумаю, какой сгул тебе дать. О, придумал. Ты человек взрослый, умный, иди и учись. Написано, и будете мне сгула из всех народов, так написано. Что такое? Будете мне сгула из всех народов. Что это означает? Будете мне избраны из всех народов. Это называется сгула. Ты же и хочешь сгула, сгула – это то, что помогает. Два смысла в одного и того же слова, в одного термина. Сейчас это обязательно то, что помогает, спасает. А сгула на самом деле это особая вещь, драгоценная, дорогая, выбранная, как еврейский народ. И что? Будете мне сгула из всех народов, когда сгула? Когда учите Тору. Поэтому учение Тору лучше сгула. И это, автор всего этого был, Адморес Гур. От себя такую фразу могу добавить, не могу я не добавить никакой фразы. Можно молиться, читать Таилим, обязательно кому, это здорово помогает и индивидуально человеку, и другому человеку, и в память кого-то. Мы как-то проходили на эту тему. И книга у нас даже вышла. Вот, в частности, я ее переводил, Таилим и изгулот, все молитвы. Можно заказать ее в этот вот, на Ишуру. Вот это всегда помогает. Но сложно. Что значит всегда помогать? Молитва. Это Таилим. Должна быть кавана, это же тоже непростая вещь. Надо еще научиться молиться. То есть, если вы будете произносить, Таилим тоже помогает. На самом деле, чтобы уж совсем помогло, нужно очень глубоко, этому нужно учиться, очень глубоко молиться, очень глубоко читать. Таилим. А для учения Тора, мне извините, это уже мой хедуш, не нужно никакой каваны. Сидешь, сидишь и учишься, не произносишь, а понимаешь, что ты учишь. Сиди и учись. Какая кавана? Кавана, чтобы учиться. Я не хочу сказать, кавана не поможет, я буду произносить эти слова, и не понимаю я их. Таилим поможет, а здесь нет. А почему? Да потому что, это же проще понимать, что ты учишь. Даже то, что сейчас рассказывают, это же понятно. Если вы прочуете, это будет понятно. Так вот, хотя бы полчаса в день, час. Ну, немножко, ну, в 8 часов. Ну, чуть-чуть поучить, каждый день увидишь, что здорово помогает. Так рассказывал Раф Иосиф Шалам Ильяшев, ссылаясь на Рава Плотскера. А тот сказал, вот что произошло у Асфада Аймед. Поэтому нужно учить Талмуд. Мне в одной общине, которая взялась, было помогать в деле организации, я уже как-то здесь рассказывал, перевода, издание перевода, там нужно делать равенские проверки, все это дорого стоит, Талмуда на русский язык. Они взялись, но ничего не получилось, ничего страшного в этом нет, ничего не получилось. Ну, смотрите, какое интересное объяснение я услышал на эту тему. Дело в том, что сейчас трудные времена. Закрываются там какие-то карты в России, банки. Я не разбираюсь в этом ничем. Я не знаю, в чем дело. И вообще тяжело. И поэтому наша община сейчас испытывает трудности. Нормально. Могу помолиться. Поможем общению. И тут еще и Талмуд, а наша община не изучает Талмуд. Оп! Тут я остановился. Как-то она не изучает Талмуд. Как-то община может не изучать Талмуд. Нет, есть люди, которые изучают. Например, по вашим урокам, по урокам в Толдоте и Шурон, по многим урокам. Но вот так вот специально община сама не организует эти уроки. Ой-ой-ой, говорю я, это самая другая вещь. Есть два факта еврейской истории, европейской, еврейской истории. Нет ни одной общины, которая спаслась, если если в ней не изучали Талмуд. Нет ни одной общины. Если не изучают Талмуд, любая община исчезает. Я не хочу сказать про людей, а общины нет. И ничего не случилось, спаслись. Всякое случается с людьми и с трудностями. Община переживала трудности, но она спаслась, она осталась общиной, если в ней изучали Талмуд. Это очень важная вещь. И поэтому, если община хочет выжить в такой ситуации, а у ней есть люди, которые помогают ей приносить какие-то деньги на поддержание всего этого. Это серьезные вещи, большие деньги. То им нужно, что бы то ни стало, в первую очередь, первым пунктом записать, чтобы оформить уроки Талмуда, помочь изданиям перевода Талмуда, что угодно с первым пунктом. То же самое нужно сделать, можно сказать, и про частного человека. Именно частного человека. У тебя бизнес, и он немножко начал шататься, дать закон на Талмуд. У тебя бизнес еще не начал шататься, но ты боишься садись и учи Талмуд. Или ты учи его, или помогай. Или помогай сдавать переводы. Это единственный способ выжить в этой жизни. Во время, это опыт еврейского народа за последние 2000 лет. Я бы даже сказал больше, мне кто-нибудь скажет, 2000 лет назад Талмуда не был. был Талмуд, но в другом виде Талмуд это изучение, потому что эти законы были. В самом Талмуде написано о том, что приходили мудрецы и учили, танаем сидели и учились с утра до вечера. Что они учили? Они же не сидели, Тору учили ее, произносили, они учили устную Тору, законы ее. Во время Второй мировой войны евреи в Венгрии посылали это единственная страна, наверное, с такой странной вечер. То же самое было, между прочим, в Болгарии и в Испании. В Болгарии и в Испании их посылали в лагеря очень часто, а тут они возвращались домой в исполнение союзнических обязательств с немцами. А вот в Венгрии не посылали домой, некоторые домой попадали, а некоторые попадали в нехороший лагеря. И вот один Аврех Колэль, человек, взрослый, человек, у него была семья, пришел к Рабино в Тале от Мору из Билы. Есть такое место. И попросил у него сборник Мишна-Йот книгу Мишны. И сказал, что для него это такая будет сгула для того, чтобы вернуться. Он знает, что Мишна помогает. Если есть беда и Талмуд вам тяжелый, учите Мишну, возьмите. Простые комментарии есть сейчас. Уже и перевод на русский язык есть. И на простом иврите Раф Пинхас Кигати за цаль написал, я по нему изучал 30 лет назад больше Тору закон наш Мишну. И учите. Прям, но не просто взял, поучил, вот и помогло. Это не как лекарство. Все, проглотил таблетку анальгина, зубная боль прошла, и бегай еще 4 дня, пока в сторону не попадешь к зубному врачу. Не надо, ничего затягивай, сиди и учи Тору. Самое главное, в Мишне регулярность. Отведи себя время, каждый вечер, или каждое утро, пол, пол, полчаса, час учить с другом, еще с кем-то. Хоть 15 минут для начала. Только это и спасет. И он взял эту книгу, чтобы учить ее регулярно, через некоторое время он вернулся и возвращает книгу и говорит, вот я возвращаю книгу Раву. А рабе Нафталин говорит, это не ты возвращаешь книгу, это книга вернула тебя, сгула тебя вернула. Рабе Борох Исак Леви, Исак Леви, звали его Леви, он был Леви, во время войны, а эту историю я рассказывал когда-то, ничего, неплохая история, рядом с его Хедром, у меня был Хедром и маленькая Ешива, там открыли приемный покой, такое место для больных туберкулезом, и была такая грязь, в общем, там нечистота была, и начали опасаться заразы, и он приехал специально в Днебрак, Хазон Ишвей, спросил его, может, срочно все бросить, переехать в другое место, и вообще-то нормальная реакция, конечно же, туберкулез, вещь опасная, я не знаю, как она здесь в жарком климате, но лучше не появляться, рядом, чтобы не было контакта, а вдруг он говорит, а у тебя есть куда переехать, то он говорит, нет, вообще тяжело, вообще никаких мест не было, 50-е годы, Днебрак, новый Днебрак, он говорит, ну, поискать можно, в течение полгода уж поищем, ну, за год точно найдем, а что они будут делать полгода, нет, сидите и учитесь, но оставайтесь на месте, просто моете улицу между вашими домами все время, каждый день, вода будет высыхать, домами, смотрите, за чистотой в помещениях, чтобы дети мыли руки перед уроком все время, постоянно, и главное, учебой вы одолеете эту опасность, так он сказал, да и поможете тем больным, которые рядом с вами находятся, рядом с домом Торы быстрее выздоравливают больные, вот о чем он сказал, так и было, ни один из детей Хедера не заболел, а то, что там вы начали выздоравливать дети, уж я не могу сказать, что это из-за того, что учили Тору, ну, я-то скажу, поверите ли вы, на самом деле, я говорю, опасно, очень, если нет возможности переехать Тору, учите Тору, учить Тору можно даже в каком-то, не в, ну, не знаю, там, в блокпосты, я как-то попал в Астрахани, закрыли, холер там была, и были такие санитарные кордоны, я там должен был три дня провести, даже больше, я их там провел, я-то еще Тору не учил, молоте своей путешествовал я, а надо было взять Тору, сидишь там и учишь Тору, сказано, что это поможет. Раф Шах пришел к нему один аврех, который, который сделал в Венесуэле колль, у меня сейчас связь там с мексиканским коллем, в Венесуэле, колли сделали еврейские, там тоже евреи есть, учат, им помогал один богатый человек, и вот, в свое время, я даже не знаю, какие-то годы в Венесуэле вдруг пошли, не то, что погромы, а какие-то эксцессы антисемитские, и пострадал несколько евреев, вообще стало опасно, евреи перепугались, тут же Алия подросла, понятно, в Израиле, ну, что теперь делать, он пришел от Раф Шаха получить совет, Раф Шах, значит, в 80-е годы, сначала, потому что он беспокоится, колли о жизни евреев, он не может их там оставлять, может вообще закрыть все это, разбежаться по домам, закрыться, или уехать в Израиль, Раф Шах сказал, беспокойся, я беспокоюсь, он говорит, беспокойся, я оберну себя, страх, все это на себя, я буду бояться вместо тебя, ты возьми на себя устройство колли, и чтобы там смотрел за седером, за порядком в этом колли, чтобы учеба продолжалась, об этом написано в Бава Батра, восьмой лист, в самом начале, восьмой лист, первая страница, там так сказано, сказано в книге Дворим, предпоследняя глава, 33-я, в книге Дворим 34 глава, это 33-я, там так написано, Аф, да, да, любит он, амим народы, любит он колено израильский, и все святые в его руке, все вышли любят, еврейские народы, святые, к душим написано, в его руке, и Мушес сказал, все вышли, когда ты их любишь, любишь евреев, когда ты их любишь, ты им помогаешь, защищаешь, называется, в его руке находится, да, защищаешь, в его руке, никто ничего не может сделать, они в руки, враги хотят, ничего не получится, в твоей руке, это означает, когда они сев都 учатся на одном месте, да, в Израиле, например, в городах, в Израиле, в частности, не в Венесуэле, а когда мудрец идет, так написано в самой книге, из города в город, ты им помогаешь, в этом городе помогаешь, Ответ. Написано Баоббата. Продолжение стиха читает. Там написано. Да, он любит коленные все святые в его руке, поверглись к твоим ногам. Поверглись, ну, как он тук называется там. Лежат у твоих ног, у твоей стопы. Раз идет Роглав, Регель, значит, идет дорога. Значит, какая-то дорога. Значит, он помогает и тем, кто находится в пути. Езжай в Венесуэлу. Потому что сама Венесуэла – это уже в пути. И Всевышний уже обещал, уже написал помощь тебе, твоим ученикам. Так оно и было. И что, не значит, что идут погромы, мы должны в Хеврон броситься там. Там жуткие погромы. Знаете, что не знаем, закрытый Ешива на могиле Йосефа, израильская армия, то они пускают и правильно делают. Тут палестинцы тоже опасно очень, а мы сейчас будем прорваться, но очень будем мучиться. Не так это делается. Потому что сказано, там, где есть определенная опасность, там что, туда нельзя ходить, почему-нибудь прыгать в свою жизнь опасность. Это заповедь, ты ее нарушаешь, заповедь, тебя могут наказать. А как же вот здесь, сказал Равшах, так Равшах это и сказал. Сказал ты, Равшах, праведник из праведников, талмудист из талмудистов. И тем самым он дал браху, и Всевышний ему поможет, вот тебе браха и Равшах. А ночью идти без всякой брахи. Вот Равшах даст браху, идите через кордоны на могилу Иосифа. Лучше не ходить, лучше поговорить своим раввинам. Вторая тема сегодня. Только изучение Торы, что может помочь и спасти еврея. Не всякое изучение одинаковое. Изучение Торы, оно немножко отличается от остальных способов учебы, как в школе, в институте, в университете. Есть несколько правил, специальные правила изучения Торы. Надо учить Тору для того, чтобы что лекаем называется, чтобы соблюдать ее, чтобы соблюдать эту заповедь, соблюдать саму Тору. И в этом у нас отличие Торы от всех остальных. Мы ее делаем, лекаем, это заповедь, которую мы выполняем. Есть еще какие-то вещи, кто-то хочет получить раввинское звание, пожалуйста, но он еще и должен при всем при этом учить ее, и весомая часть его обучения, Тору как таковую. Если хочет заработать, можно заработать другими вещами. Можно найти такой-то такой способ. Вот в этом, кстати, можем сказать, отличие нашего изучения от того изучения, которое было, что происходило у евреев в детстве, в молодости, в самом раннем возрасте, когда он был животим у матери, когда он учил Тору в животе у матери. Там Лоли Каем, там не надо было ее для того, чтобы выполнять заповедь Торы. Это было изучение с ангелом, для того, чтобы потом, это помощь Всевышнего, для того, чтобы потом евреи изучают Тору, у него было такое ощущение, и есть такое ощущение. Я говорю, есть такое ощущение. Я верю в это, но я как-то еще не думал на эту тему. Как будто ты вспоминаешь все это. Где-то все это уже так хорошо ложится на места какие-то, там у тебя в голове укладывается, даже когда трудно и не укладывается. Но ты чувствуешь, что это твое, что это так и должно быть. И когда ты наконец-таки понимаешь, в чем дело, о, я это прошел. Вот у многих есть такое ощущение, что это второй раз. Первый раз было желательно. Вот для этого с ангелом мы это изучаем. Так вот, учат Тору для того, чтобы что? Выполнить ее как заповедь. И сказано, а для того, кто учит Тору, не для того, чтобы соблюдать эту заповедь, изучение Торы, вообще заповеди, которые в Торе написаны. Лучше ему вообще не родиться. Называется «Лучше ему не уходить из кишков матери». Так написано. Такое выражение из брюка матери. И объяснение. Он же ее уже учил не для соблюдения. Зачем же ему второй раз учить не для соблюдения? Для чего он родился? Сделал то же самое. Боролись братья в животе у Ривки. У Ривки. И написано. Она очень мучилась. Один хотел выйти, когда она проходила мимо Ешивы, Бэткнессет, Дома учения еврейского. А второй, когда проходили мимо Идолопоклонского, там, идолов каких-то. А вода заранзывается. Капища какого-то. Почему первый хотел выйти у Ешивы? Ведь он же учится с ангелом в это время в животе. Есть множество ответов. Один из них сегодняшний. Какой? Да потому что он знал, что с ангелом это никакая неучеба. Он хотел по-настоящему ее учить. Поэтому хотел выйти. Да? Такой ответ. Сегодня я прочитал. Рабинец Эвхайм из Багдада. Человек из Багдада, мудрец из Багдада пишет. Тора спасает, защищает только того, и только у того, защищает других его, когда молятся, за них или учатся, только того, кто упорен в изучении Торы. Учит ее постоянно с удовольствием, отвлекаясь с нежеланием, но не желает она отвлекаться. Сейчас мне приедет, кто-то скажет, а я вот, например, заставляю себя. Потому что теперь Раф Роман, если я не с удовольствием учусь, мне теперь не учить ее. Да нет же, вы увидите, рано или поздно получите подарок, и будете что-то с удовольствием ее учить тоже. И, правда, Рабин Эвхайм еще такой сразу добавил. Тот ее учит, и Хидушим составляет. Хидушим – это новые открытия в Торе, новое понимание ее. Он не просто думает, как это понять, а он объяснения находит. Для него они новые. Он не прочитал их. Все, что ты не прочитал, и этого не было, а ты это воссоздал, Хидуш – это твой Хидуш. Это называется ты творческий учатор. Ну, у нас здесь рассказ есть на вторую тему. Изучение Торы может спасти и самого еврея это называется. Изучение Торы. Спасать не только других, кто его просит, а и самого еврея. Раф Гордона, мы уже говорили про трех мудрецов, про трех сыновей мудреца. Здесь еще несколько слов сказать. Многие читают Гильм – это для спасения, выздоровления, избавления от врагов. Мы знаем об этом. Это правильно. Но почему молитва помогает? Потому что ее читают те, кто занимается Торой. Поэтому любой человек может помолиться за операцию своего папы, но он еще придет, еще и попросит, что помолились. Люди в Ешиме – это намного сильнее и крепче. Чтобы еще и они принесли молитву о выздоровлении над Торой. Когда они ее достают, молятся, если они ее учат постоянно. Раф Каневский, стайплер. Когда к нему приходили с просьбой помолиться за больного, он говорил в молитве такую фразу. Заслуга изучения нами Торы пусть защитит этого человека и придет к нему милость Всевышнего. Заслуга нашего изучения Торы. Он не просто говорил, ну, Всевышний помоги ему, как мы себя говорим, мучим, да? А Всевышний выполняет его заслугу. Я его просьбу. Нет, он прям конкретную вещь говорил. У нас есть заслуга в чем-то. Вот эта заслуга для него. Однажды к нему пришли с бумагой, в которой людей призывали вообще в молитве за выздоровление одного большого мудреца, рабишнеура Котляра. Котляра. В Америке он живет. И ему нужно было подписаться, что вот призывом ко всем аврехим, ко всем людям, изучающим Тору, и крупные раввины подписываются. И Раф Каневский, эстапер, должен был подписаться. А он подписался и написал, прям прям своим именем, пусть ему помогут наши с ним занятия Торы. Чьи занятия? С Рам Котляром. Я учился? Вот сейчас я прошу, чтобы это ему в выздоровление пошло. И во время войны спросили его, сколько-то Ирин надо читать ежедневно? Он ответил, прежде всего, увеличьте изучение Торы. Он говорил, с теми, кто может учиться. Ибо сказано, мы, мы, евреи, выстояли в воротах Иерусалима только из того, что учили Тору. Раб Яков Либбербоем из Лисы, автор книги «Натевод Амишпад». Я каждый раз, когда вижу это название, сразу вспоминаю свой город Кириат Сефер. Я сейчас не в Иерусалиме живу, Кириат Сефер. Город Сефер, книги, да? И поэтому все улицы там, все-все улицы, а их немало, называются, названы в честь какой-то книги. Вот «Натевод Мишпад», о котором мы сегодня проходили, о чем-то мы сегодня говорили, «Сват Эмед», есть такая улица, и так далее. «Имрей Эмед», «Масилат Ишарим», все эти, это название. Я прямо живу рядом с «Натевод Мишпад», прямо на этой улице. Там только одна улица не имеет названия по книге крупнейшего мудреца. Это улица, на которой я живу. Я не знаю, так получилось. Единственное. Так вот, рабе Яков Либермо, им из лица, ехал своим путем, своей дорогой, и сначала в одном селе, у одного дольщика, дольщик, как же сказать-то, хокер, как сказать, арендатор поля, или какой-то фермы, или, может быть, корчмы, не знаю. Что-то он взял и выплачивает с того, что он на этом зарабатывает. И тот, не зная, кто это такой, ну, он видал, как тот молится в этом местечке, село, местечко, он молится. Как он учится, он пригласил его к себе, накормил, дал ему спать, ночлег, и он учился у него всю ночь. Так он вообще учился. Рабе злился, он учился ночью. Все творились такие. Немного. Это большой праведник. И утром, когда раб собрался уже уезжать, он обратился к нему с просьбой, чтобы он помог в выздоровлении его сына, который болеет. В одной из комнат он лежит, он болеет. Он видит, что это большой праведник, и ученый большой. И раб сказал, что он вообще-то не мастер на чудеса. Называется, что он сказал, что он не больнес, а человек, знаете, как говорят, поэльешуот. Поэльешуот – тот, который делает спасение. Он не большой мастер, за ним это не водится. Но пусть его сын поправится за слову Гу, тех нескольких листов Талмуда, которые он выучил у него за эту ночь в доме. Вся заслуга идет на это. И со временем сын, ну, раб уехал, со временем сын выздоровел. И тот еврей узнал, что кто приезжал в их село, узнал местечко, и поехал в Лису, в Лису, где он там был в это время, к этому рабу просить прощения за то, что не встретил его с подобающим почетом. А встретил его как простого еврея. Раф обнял его и сказал, что принял его с большим почетом. С большим, чем ему требуется. Почему он дал ему учиться? Не витирает бывает. Ну, и еще несколько у нас есть вещей, которые хотелось бы нам сегодня рассказать. У нас осталось ровно пять минут. Я даже сказал шесть. Про то, что нужно организовывать, знаете, Талмудом. Это еврейское поведение. И какой у нас сегодня цикл? Праведность по-еврейски. Это праведное еврейское поведение. Учить Тору и организовывать изучение Торы. Отсюда задача раввинов, руководителей, решив, чтобы больше евреев учились делать, что хотите. Нужно это сделать. И самое лучшее, когда они, эти евреи, которых они организуют, учились постоянно. Об этом сказал Само Тору. И если будете соблюдать мои законы, не побият вас враги. То есть, или у вас врагов совсем не будет, или они будут, но ничего с вами не могут сделать. Все еще врагов не будет. Враги у еврейского народа всегда есть. Эсаф всегда ненавидит Якова. Всегда так сказано. Что значит нет врагов? Нет врагов, значит, они никак не проявляются, мы их не видим. Если мы их видим, вот видите, враги, вон они бегают там за стеной городской нашей, и машут кулаками, и обзываются. Нам не страшно. Что мы учим Тору? Это называется, есть враги, ничего не могут сделать. А есть враги, которых и не видно. Сидят у тебя в стране и думают, как бы навредить евреям, а ничего сделать не могут. У самих проблем полно. У них разборка пошла внутренняя. И это называется нет врагов. Кстати, может быть, их и не будет, когда вы учите. Будете учить Тору, а уж совсем не будет. Не то, что они скроются, а вообще маша придет. И многие считают, что евреям надо работать и не учиться. Нормально. Мы об этом эту тему говорили, очень долго говорили. Я не против этого. Кто хочет работать, идет работать. Кто не хочет работать, ничего не получится. Надо работать. В прошлый раз, по-моему, мы говорили на эту тему. Я прошла неделя. Надо работать. В поте лица своего, да, заработать своих лет. И лечь, и учись. Может, не работать, а у пресса учиться. Одно из них. Ну, правда, вместо сегодня... О, сегодня им от смогут. Сказали, нужно содержать еврейскую армию. Нельзя учиться вместо этого. Так вот, если мы евреи тоже, должны знать, что... Я не говорю, что не помогайте еврейской армии. Пожалуйста, помогайте. Но! Мы же евреи, ведь армия-то еврейская. Народ-то еврейский. Мы находимся в Эра Центраэль. Об этом сказано в наших книгах. Учите Тору. И это будет самая лучшая защита вашего народа. Еврейского народа. И они же, эти люди, считают, что главное в еврействе – это Торы. И изучение, соблюдение ее заповедей. Так они считают. Прямо сами говорят. Очень многие с кипой ходят. Приходят ко мне и говорят. А вы вот надели черную кипу. Надо уделить время. И еще чему-то. Согласен. Если я не занимаюсь Торой, надо уделить время и еще чему-то. Надо помогать всем. Идти работать, защищать страну. Но если я могу все время посвятить изучению Торы, это будет лучшая помощь Торе. Почему? Потому что мы же сами знаете. Вы же сами надели кипу свою. Вы тоже соблюдаете Торы. В Торе так написано. Если так они считают, что надо выполнять то, что в ней сказано. Сказано, учите Тору. Учите Тору – это самая сильная для вас защита. Как способствовать изучению Торы самому ее учить? Это самый лучший пример. Раф Ляхуддашницер оставался в зале учебы своей ешивой. У него была целая ешива. И он допоздна, пока не уходил, что? Спать последний ученик. Часто он уже, будучи совсем старым, вообще клал голову на стендер. Ну, это такая высокая штучка, кафедра, да? На четырех ножках, чтобы можно было стою учиться. Или положить на уровень такому высокому книгу. И учить. Называется «Стендер», слово «Стендап», слово «Стоять». Он госпитал, и он прямо голову клал на стендер, сидел и дремал, засыпал. Старый человек был. Спросили его, почему в этом возрасте он не идет спать раньше? Он сказал, пока я тут сижу, а еще кто-то учится, да? А они учатся. Раф учится, а они учатся. А я уйду, и они уйдут. То же самое происходило с Раумом Ихескелем Левенштейном. Он вообще не уходил спать, даже очень поздно. То есть, чаще всего его видали в синагоге. Вот так говорят, в синагоге, в зале учения. Тут есть несколько учеников, очень способных. Они учатся в полную силу, только когда видят, что я учусь в полную силу над Талмудом. Как я могу их бросить? Называется, как я могу их бросить? То же самое и дома. Может быть, сейчас самое главное, уже и время кончилось. Самые ударные слова сейчас хочу произнести. Если кто-то хочет, чтобы его сын был в знатоком Торе, надо, чтобы сын видел, что папа постоянно учит Тору. Это проблема болеет шува, да? Тех улег, которые пришли вернуть Тору. Они не умеют постоянно учиться. Они заняты на работе, все что угодно происходит. Делайте что угодно, чтобы сын видел, чтобы выучить Тору. Или он не будет ученым Тору. Выбирайте. Выход надо себя пересилить, сесть за постоянную учебу. Пусть дети знают, что когда папа нет дома, он учит Тору, закон, талмуды. Они должны это знать. И поэтому нужно иногда учиться прямо с детьми. Я специально с детьми, помню, когда они совсем были маленькие, учил. Тот трактат и те страницы, те листы, которые они изучают в Хедере и в Ешире, чтобы иногда просто в этом участвовать. И хоть раз в неделю с ним сидеть и спрашивать, что там проходит, и знать, что это такое. Общее правило. И это нужно записать. Что делаешь ты, будут делать твои дети. А теперь перутим, да. Примеры. Ты учишь Тору, дети будут учить Тору. Ты говоришь дома спасибо, когда что-то получаешь. Дети будут говорить спасибо. Извините за выражение. Ты куришь, и дети будут курить. Ты ругаешься, дети будут ругаться. Ты умеешь владеть собой и не гневаться. И дети у тебя будут такими же людьми, несмотря на их темперамент. И не только дети, но и все окружающие. Успехов вам. А мы за вас будем учить Тору. Ну и вы учите за нас Тору большое. Большое спасибо за это. Все хорошо. Шалам, шалам. Субтитры сделал DimaTorzok